Котельная У нас, к счастью, это время еще есть Здравствуйте Обратите внимание В этом доме отопительная система существует уже больше 10 лет Давайте посмотрим, на что необходимо обратить внимание В большинстве отопительных систем теплоносителем является вода Чтобы оборудование работало правильно, необходимо обеспечить ее хорошую циркуляцию Господин Марек, сантехник, проверочные работы в котельной Начинает с проверки состояния частоты фильтра твердых частиц С помощью ключа он откручивает пробку фильтра Вынимает ситечко и тщательно моет его, устраняя осадок и известковые отложения Необходимо помнить, что фильтр задерживает твердые частицы, появляющиеся в процессе эксплуатации оборудования Прежде чем они дойдут до насоса, что может вызвать его заклинивание Следующим шагом является проверка давления воды на манометре в самой нижней точке системы отопления В типовом доме для одной семьи низкоэтажности эти показатели должны быть в диапазоне от 1 до 2 бар Слишком низкое давление может привести к появлению воздуха в трубах и неприятных шумов Небольшое снижение давления не является проблемой и его можно выровнять путем закачивания необходимого количества воды в систему В случае большого падения давления необходимо проверить герметичность системы и первоначальное давление в мембранном расширительном баке Самым важным элементом системы отопления является циркуляционный насос Он обеспечивает движение воды от котла к радиаторам От его исправности зависит работоспособность всей системы отопления Перед запуском системы необходимо проверить, не находятся ли в ней пузырьки воздуха Чем больше воздуха, тем меньше тепловая мощность и интенсивнее происходит внутренняя коррозия трубопроводов В системе отопления должно быть как можно меньше воздуха Поэтому необходимо проверить работоспособность автоматических воздухоотводчиков, установленных возле котла и в верхней точке системы Если установлен нерегулируемый насос с постоянными оборотами, перед запуском необходимо стравить воздух с помощью винта, находящегося на передней стороне двигателя Если хозяин дома будет проводить эту операцию самостоятельно, потребуется и умение, и время Подготовка к сезону – это ответственный момент для того, чтобы задуматься над эффективностью работы системы в нашем доме Мы можем повысить эффективность простым образом – поменять насос с постоянными оборотами на новый электронный с низкими показателями расхода энергии Циркуляционные нерегулируемые насосы работают весь отопительный сезон с постоянной скоростью оборотов Кроме того, они очень часто имеют устаревшую конструкцию и потребляют очень много электроэнергии Вы, наверное, не представляете, что они могут потреблять больше электроэнергии, чем стиральная машина или телевизор Электронные насосы нового поколения экономят энергию за счет более высокой эффективности и способности адаптироваться к изменениям параметров системы отопления в течение отопительного сезона Результат? Если обычный насос потребляет ежегодную энергию на 200 злотых, электронный насос израсходует электроэнергии на 20 злотых, то есть в 10 раз меньше 90% экономии электроэнергии после замены нерегулируемого насоса на электронный Согласитесь, что это значительная экономия в домашнем бюджете Как же выбрать соответствующий насос? Здесь на помощь придет производитель С помощью мобильного приложения VILO можно быстро подобрать новый насос, вписав название старого насоса в список аналогов Благодаря тому, что монтажная длина насосов одинакова, замена не представляет никакой трудности После откручивания гаек господин Марек заменяет насос и вновь закручивает гайки Для более удобного считывания данных и настроек параметров можно изменить положение дисплея, открутив 4 имбусовых болта Сейчас можно подключить насос к сети при помощи штекера VILO-коннектор одним щелчком, без применения инструментов После замены насоса и установки нужного давления необходимо еще раз стравить воздух из системы В случае электронных насосов VILO благодаря функции обезвоздушивания это происходит автоматически Это важно! Система отопления без пузырьков воздуха работает тихо и эффективно Пора установить параметры работы насоса Идеальную настройку насоса гарантирует уникальная технология VILO, красные кнопки и функция отображения текущего расхода в системе Насос настраивается так, чтобы обеспечить необходимый расход в системе Снова при помощи мобильного приложения VILO господин Марек рассчитал необходимую производительность системы Она составляет 0,65 кубометра в час Насосы VILO имеют функцию предотвращения блокировки ротора Выгода в том, что электронный насос без проблем запускается после долгого простоя Насос старого типа часто после летнего сезона нуждался в разборке, так как в нем заклинило ротор Осталось проверить герметичность газового оборудования Господин Марек использует для этой цели детектор газа Оборудование герметично Большое спасибо, господин Марек Напоминаю, что котел также нуждается в регулярном осмотре Его необходимо проводить именно перед началом отопительного сезона Ну вот, мы готовы к зиме Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова